привет дорогие зрители сегодня я буду готовить очень вкусный и простой блинный торт и поэтому я уже начинаю с яиц я взбиваю два яйца но вообще ингредиенты обязательно я оставлю в описании а так расскажу обычные блинные листы делаю буду собирать крем у меня будет сметанный так вот значит сначала я я думаю блинчики умеют делать все конечно кто как я делаю на молоке и и соду добавляю обязательно так значит яйца сбила теперь добавляю немного соли где-то пол чайной ложки наверное слегка перемешала теперь добавляю молоко у меня два стакана молока уходит на это тесто один стакан добавил теперь второй добавлю потом добавляем две столовые ложки сахара все перемешиваю ванилин добавляю пакетик и одну чайную ложку соды без горки и затем буду постепенно добавлять муку так чтобы получилось обыкновенное блинное тесто чуть не забыла растительное масло обязательно я делаю на глаз но это где-то 45 столовых ложек естественно муку добавляем постепенно обязательно просеиваю муку делаю всегда перемешиваю я начала уже конечно парочку блинов жарить вот у меня такое часто получается вот и обыкновенные блинчики жарим сейчас я вам поближе покажу я их жарю на сковородке небольшой потому что мне нужно сделать торт а большой блинницы у меня к сожалению нету поэтому ничего страшного если у вас тоже нету то можно обойтись и такой сковородкой я ее смазала слегка растительным маслом чтобы они прилипала хотя я не думаю что прилипнет потому что здесь с антипригарным покрытием у меня вот таким образом жарю я блины вот так они получается вот вот первый такой немножко неровный получился так ну я обычно как делаю просто на сковородку да на горячую так вот выкладываю и постепенно выравниваю да то есть делаю такой ровный кружок вот и все крем делается очень легко и просто я взяла сметану 15 процентную вы можете взять больше жирности дальше значит творожная масса с шоколадной крошкой вот и буду все смешивать и буду смазывать листы блины творог тоже сюда добавим хорошенько перемешаю можно венчиком можно лопаткой вот прямой уже готов то есть вот такая вот не густая не жидкая консистенция должна получиться и вот этим кремом я буду смазывать листочки так ну что блинчики у меня уже готовы вот так они у меня получились такие не тонкие не толстые нормальные блинчики вот так я где не считала сейчас посмотрим сколько получилось у меня из этого рецепта раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать но это вполне достаточно для того чтобы собрать торт ну что сейчас будем собирать торт обычно как это мы и делаем на каждый лист наносим наш крем так нужно аккуратненько посередине чтобы красиво был тортик наш крем нужно немного чтобы чтобы хорошенько листы пропитались и было нормально все вот вот эти вот края тоже нужно обязательно смазать потому что они немного высушились но это нормально то есть такие должно быть так и выкладываем следующий лист и итак смазываем каждый листочек ну вот торт мой уже практически готов я еще решила посыпать немного сверху вот такими посыпками вот потом мне нужно будет его остудить в холодильнике ну можно часик два часа сколько у вас хватит терпения вот ну и потом я разрежу обязательно попробую хотя я его уже не раздела такой торт вот и расскажу какой он самом деле он очень вкусный очень легко делается быстро и поэтому не требует никаких затрат время не отнимает как бы сказать вот поэтому можно его легко готовить всегда вот значит посыпки я посыпала и на этом покажу хочу разрезать его и попробовать уже не терпится вот смотрите да это точно очень вкусный тортик да обязательно готовьте и у вас все получится всем спасибо пока пока